Доброе утро! Здравствуйте! Приятно начинать после праздничной недели с разговора с вами. Да, нам аналогично. Тем более, что понятно, что тема вакцинации, она была, есть, наверное, и будет такой ключевой. И не только для вас, но и для всей страны. Вот начали работать активно торговые центры. Может быть, есть какие-то первые данные, как идет процесс? У меня несколько знакомых даже воспользовались такой возможностью. В частности, в Альфе привились уже. Я так понимаю, что люди довольно активно использовали, насколько это возможно, даже эти праздничные дни для того, чтобы вакцинироваться именно в торговых центрах. Да, кстати, ваш упомянутый торговый центр «Альфа» – один из самых популярных таких вакционных пунктов среди всех больших магазинов. Да, эти пункты понемножку открываются уже не только в Риге, в больших наших магазинах, но начинают открываться в регионах. Работают в Лепа и в Мадонне, сегодня открываются в Далгопилсе, в Диттон, и тоже торговый центр будет в свой вакционный пункт. И, кстати, отзывчивость людей довольно-таки большая. Например, в Альфе и в Акрополе средний показатель за выходные дни – это около 200 людей в день. Это максимум того, что мы планировали именно на один вакционный пункт в больших центрах. В принципе, мы считаем, что это была правильная тактика – идти в большие торговые центры. То есть людям это удобно. Люди туда приходят и по записи, и просто как бы спонтанно принимают решение, или просто видят вакционный пункт тоже заодно, как бы шел за покупкой, сделал вакцинацию. Мы видим, что это довольно-таки популярный вид, и мы будем его развивать дальше и дальше. Планируем, что в течение следующих недель откроется еще около 18 торговых центров вместе. Вся эта сеть вакцинационных пунктов во всех торговых центрах будет достигать 25 мест. Скажем, даже сегодня в Риге, в Рига-Плазе еще раз, еще один центр открывается. Инга, начали вакцинировать сеньоров 80+, возрастная категория, на дому. Можете, пожалуйста, подробнее рассказать, кого это касается, кому это интересно, как можно, не знаю, записаться, заявиться? Ну, я знаю, что отдельный случай раньше был, где сами семейные врачи вакцинированы. Я так понимаю, сейчас можно позвонить, записаться и приедут. С выездом, да, на место. Да, но, к сожалению, я могу еще немножко огорчить этот процесс. Он еще идет в стадии планирования, потому что там есть две разные вещи. Одна вещь это, как синхронизировать это с семейными врачами, и вторая вещь, как обзванивать сеньоров. К сожалению, еще над этим, так как была праздничная неделя, процесс немножко остановился, но на этой неделе будет полная ясность этого процесса. На следующий понедельник, я думаю, встретимся, я вам уже все расскажу подробно. Да, может быть, тогда такой вопрос, он тоже связан, естественно, с вакцинацией. Вот прозвучало сегодня в интервью министра здоровья господина Павлица, латвийскому радио, он давал интервью, где он сказал, что да, вот мы сейчас обсуждаем, готовится, возможно, решение, ну, я понимаю, что это политическое будет решение какой-то лотереи. Я так понимаю, что ваше бюро тоже как-то подключено вот к этому вопросу? Бюро подключено в стадии, скажем так, дискуссии, в стадии идей и развития этих идей, да. То есть, в принципе, вполне возможно, что в ближайшее время что-то такой проект появится, да? Да, и сразу отмечу, что Латвия не будет уникальна, да, с такими финансовыми, скажем, стимулами. Это очень принятая форма тоже во всех европейских, не во всех европейских странах, а в нескольких европейских странах особенно большой, скажем так, популярностью пользуется лотерея для вакцинированных в США в нескольких штатах. Они проводятся в различных объемах, начиная с маленьких суммами, кончая большими суммами. И, кстати, именно американский подход, он показывает, что пепресы, им, как были на русском языке, забыла слово. Востребованность, так можно сказать. Да, востребованность к вакцинациям и после введения таких стимулов, она возрастает. Но, конечно же, так как и отметил министр, это политическая дискуссия, и в конце концов решение будет принято уже в кабинете министров. Может быть, мы забегаем вперед, но я понимаю, что вы планируетесь и готовитесь заранее, но вот мы знаем, что, к сожалению, среди педагогов еще тоже не очень высокий процент вакцинации, там больше 40, ну, понятно, что все хотели больше, да, уже получается? Да, уже больше 55%. Да, ну, все хотелось бы, наверное, еще больше, чуть ли не 100%, потому что мы понимаем, что очень важно в сентябре все-таки спустя год начать нормальный учебный процесс, вот именно очный, может ли быть такая ситуация, или вы, может быть, планируете, обсуждаете, что в конце августа, обычно после уже 20-х числах, учителя появляются в школе, чтобы подготовиться к учебному году, что можно провести какую-то вакцинацию на местах в учебных заведениях? Ну, вы знаете, в прошлом кабинете министров была такая дискуссия министров и премьера о том, что ответственность за свои, каждый за свою сферу, в принципе, в основном, именно что касается вакцинации, должен принять 100 министров, да, и у нас сложилось очень хорошее такое сотрудничество с министерством образования, мы уже об этом говорили с министерством, и есть одна из таких, не идей, а именно то, как мы можем помочь этому процессу, мы эти выездные вакцинации для коллектива педагогов можем организовывать хоть сегодня, хоть завтра, поскольку завтра. Главное, что педагоги были на месте, да. Да, только были бы педагоги, конечно, понятно, сейчас в июле педагоги наконец-то отдыхают от довольно-таки сложного учебного года, понятно, что, скорее всего, более такая большая активность будет уже к середине августа, но нужно отметить, что, конечно, конец августа, чтобы получить полную уже такую защиту, которая дает вакцины, это уже немного поздновато. Да, поэтому, конечно, июль, август мы очень просим педагогов использовать эту возможность. Ведь мы сейчас, когда смотрим, ну, к счастью, к счастью, слава богу, что количество заболевших сокращается, мы это наблюдаем день от дня, но, тем не менее, когда мы видим количество заболевших, тяжелых больных, но, к сожалению, скончавшихся, то мы понимаем, что многие из них принадлежат к этой группе риска, и у них была возможность вакцинироваться чуть ли не с февраля месяца, если мне память не изменяет. Начать, по крайней мере. С марта. С марта, да. Ну, вот, то есть, фактически, у них был март, значит, март-апрель, считайте, что получили две прививки там, где не Астрозенека и не Джонсон. Да, это сегодня у нас на дворе конец июня. То есть, в принципе, была возможность не допустить этих тяжелых случаев, так я понимаю. Да, в принципе, каждый умерший человек сейчас от ковида в больнице, это, ну, в принципе, человек, который не воспользовался возможностью, которую дает государство. Бесплатно, кстати говоря, да. Бесплатно, да, бесплатно. Кстати, ну, конечно, вы говорите о том, что на данный момент, да, сейчас у нас очень хорошие показатели по тому, как снижается заболеваемость, снижается показатели госпитализированных. Ну, насколько, скорее всего, и вы слышали, и слушатели слышали, наши эксперты, в принципе, они бьют тревогу о том, что распространяется этот... Дельта, индийский вирус. ...разновидность дельты, да, она уже в Латвии появилась. Конечно, прогнозируют, что к осени ситуация может серьезно осложниться, поэтому, как говорится, от сердца просим людей использовать лето для себя, вакцинировать и защитить себя. Линга, помимо вот этих сердечных просьб, обращений, вполне логичных, какая, возможно, работа предусмотрена с теми... Информационная компания, вот такая комменная премьера, ой, не премьера, а министра, говорила, что на прошлой неделе, да. А сегодня как раз в интервью «Утренней панораме ЛТВ» заявила ваша руководительница Эва Юхневича о том, что те, кто был настроен позитивно, уже вакцинировались, и остается работать с теми, кто сомневается. Вот какая работа все-таки предусмотрена вот с этими колеблющимися, с сомневающимися? Да, ну, судя по социологическим опросам, 35% — это те люди, которые на данный момент уже завакцинированы. Сейчас у нас средний процент вакцинации, 41% — от всех жителей Латвии, тех, которые получили уже первую дозу. 30-35% — это были те, которые уже в марте говорили, что да, мы хотим сразу получить вакцинацию. Но сейчас у нас основной фокус работы по коммуникации будет на тот процент, это 25-30% людей, которые колебаются, сомневаются, по тем или другим причинам откладывают, хотят посмотреть, а какие будут результаты вакцинации у других людей. То есть это такая большая, не хочется назвать массой людей, но, скажем, это большой процент людей, с которыми на данный момент мы будем работать. У нас в середине июля начнется новая такая волна рекламной кампании, где мы будем приглашать людей на вакцинацию. До середины июля тоже появится много информации тоже в русскоговорящей прессе и на радио. С вами мы встречаемся каждый понедельник, но будем работать более интенсивно, поэтому будем работать тоже на русскоговорящую аудиторию, будем информировать. И самое важное в данный момент — это чтобы люди сделали не просто какое-то такое, ну не знаю, хаотичное и спонтанное решение, но чтобы они сделали решение, информированное решение. То есть они понимали, что есть вакцина, что она даёт, какие, скорее всего, у неё могут быть риски, каких нет рисков. Человек сам должен принять это решение. То есть основной посыл этой коммуникации будет разъяснение, а не агитация как таковая? Знаете, я вам скажу и одно, и второе. К сожалению, не к сожалению, а в принципе мы живём в том веке, когда в то время, когда простой агитации ничего сделать нельзя. Всё-таки люди у нас мыслящие, люди у нас сами читают много информации в интернете, не знаю, то есть информации очень много вокруг, поэтому очень важно дать тоже, ну скажем так, научно-достоверную информацию. Нет такого ощущения, ну не в смысле, что я там камень ваш огород, что вы исполняющая структуру в данной ситуации, нет такого ощущения, что чуть-чуть по этой, а я ничего в этих словах плохих, агитация, пропаганда, здоровье, скажем, ничего плохого не вижу, что вы всё-таки отстаёте. Я думаю, что все заметили, даже несмотря на праздники, все эти странные акции со звёздами, да, то есть фактически антиваксеры так называют, что они в какой-то момент, может быть, потому что они более, как это дипломатично сказать, более громкие, да, что они начинают просто вот этот поток, как бы, сторонников вакцинации просто перебивать своими громкими акциями. Мы там что-то рассказываем, что, ну, было бы неплохо вакцинироваться, а то нас ждёт там индийский штамм, они там навесили звёзды и кричат, что вот нас там дискриминируют, вы что творите. Да, видимо, прогнозом своей жёлтой звёздой. Да, 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 естественно, это сейчас пошло, я думаю, что будут ещё какие-нибудь такие громкие акции, то есть люди, оппоненты, я бы так сказал, не дремлют. Оппоненты не дремали, и не дремлят, и не будут дремать. Это вполне понятно, но вы понимаете, если государство, то есть оно и мы, и система здравоохранения, она не имеет, в принципе, права работать такими средствами, которые работают, ну, скажем, антиваксеры, потому что это касается, во-первых, здоровья людей, поэтому информация, в принципе, всегда должна быть достоверной. Другой вопрос, как вы говорите, ну, не знаю, в каком-то, не знаю, посыле или в каком-то интонации того, как это преподается, но я думаю, что в середине июля, когда мы с вами встретимся, вы увидите наши новые, скажем так, и слоганы, и визуальность, и как бы посылы, я думаю, что мы можем немножко соревноваться с тем, что нам выдают антиваксеры. Ну, тем более, что позитивные... Будем громче, громче, мажорнее, не знаю, скажем, ярче, чем до сих пор. Позитивные примеры подобных информационных компаний есть, их достаточно в Латвии. Только надо быть истоверным с переводами, как я помню. Обычно, да, обычно отличаются лиговские компании ЦСДД. Вспомни, насколько они действительно яркие. Нужно дать им должное, да. Посыл четкий, понятный. Иногда даже, может быть, кто-то это называет какие-то страшилки, но иногда и может это, потому что я помню в начале вот этой кампании, даже не кампании, вообще в начале этой заболеваемости, были репортажи, они, конечно, понятно, что достаточно страшные. Вот из этих больниц, из ковидных, да, и это на многих действует. Я, может быть, не сторонник каких-то вот таких драматистских вещей, да, может быть, это должно быть более грамотно, чем просто вот эти страшилки на этих упаковках сигарет, да, но что-то такое, наверное, надо, потому что, к сожалению, есть целый ряд людей, которые вот пока воочию это все не увидят. Они говорят, ну что вы там, типа, рассказываете, ну где там, чего там, да, вот у меня там, не знаю, среди моих там знакомых нет тяжелых больных, значит, все в порядке. Ну, может быть, как раз вот такая информация тяжелая тоже нужна. Ну, я с вами согласна, мы над этим думаем, но, конечно, с этим тоже нужно, в принципе, конечно, чисто психологически нужно, во-первых, рассчитать, когда страшилки даются, в какое время года даются, в июль давать или в сентябре их давать. Да, кстати. В принципе, это такая большая тактика и планирование, да, но я с вами согласна, потому что я вам могу на своем примере сказать, у меня тоже очень близкий родственник умер от ковида, а в конце декабря, конечно, когда еще вакцина не было, я на самом деле могу сказать, что это очень-очень большая трагедия, очень сложная и ужасная смерть. Наши соболезнования. Да, ну, в общем, понятно, что нужна, конечно, такая продуманная информационная компания. Что касается вот этих торговых центров, я так понимаю, что это, наверное, какие-то медицинские учреждения обеспечивают вот всю эту логистику, доставка вакцин, врачей, всех-всех, да? Да, это те же самые. Вакцинаторы, которые работали, работают и работали в больших вакцинационных центрах. То есть это те же самые ВЦ4, ВЦА и другие-другие-другие вакцинаторы. Кстати, могу отметить тоже такую тенденцию, что люди в этих центрах тоже могут выбрать вакцину. Или Янсен, или, например, Пайзер. Да. Да, и, ну, в принципе, 80% люди выбирают Янсен. Даже так? Именно потому что, наверное, их привлекает то, что один раз, скажем так, да? То есть ты колешь, через три недели получаешь сертификат. Да, да. Один раз в 14 дней, на 15-й день у тебя уже сертификат, и, в принципе, ты можешь нормально функционировать в обществе, не только в Латвии, но тоже выезжать в Европу и куда-нибудь подальше. Да, спасибо, что вы напомнили. Действительно, остается всего несколько дней до этой, скажем так, свободы на уровне Европейского Союза для переболевших и вакцинированных. Я так понимаю, что с 1 июля это будет действовать, наверное, по всему Европейскому Союзу, так я понимаю. Да, да, в принципе, так оно должно быть. Но, конечно, я опять-таки хочу попросить людей, чтобы, если вы едете в какую-то страну, все-таки поинтересуетесь, в какой стадии в конкретной стране все находится. Да, может быть, там есть какие-то нюансы. Это важно, потому что даже наши QR-коды, они будут действовать во всей этой системе с 1 числа, по всему Евросоюзу они будут как бы считываться специальными устройствами и приняты в систему, но единой регуляции, единой договоренности во всех странах, даже Европейского Союза, нет единого протокола. Да, ну вот вроде бы с 1 июля он вводится, но интересно, у меня там коллега тоже поехала сейчас в Германию, и я ей сказал, слушай, на всякий случай заполни вот эту вот формулу, форму, да, пускай у тебя будет QR-код распечатанный, и такой, и в телефоне. На всякий случай вот это вот, скажем, формуляр этого путешественника все-таки заполни, да, потому чтобы не было никаких проблем. Так что по-любому, я думаю, что надо смотреть, особенно страны третьи, где вот не в Европейском Союзе, там совершенно могут быть различные, Великобритания, я так понимаю, по-любому требует нахождения в карантине 10 дней с QR-кодом, без QR-кода. И, сколько я помню, на второй день обязательный тест, и тесты стоят 180 фунтов. О, это я не знал, но это дорогое удовольствие, да. Ну что, спасибо большое. Огромное спасибо, да, представителю бюро вакцинации Инге Васильевой, очередной раз были с нами, и не последний, и продолжаем общение, ну, через неделю точно встретимся, а может быть и того быстрее. А мы с радиосуществом встретились гораздо раньше. Гораздо раньше. После паузы и насти. 1 июля вступают в силу не только изменения, касаемые путешествий, связанное это с COVID-19, но и таможенными сборами. Это значит, открываем кошельки, как обычно. Да, заказываем в интернете и рассчитываем, что придется платить еще таможенные сборы. Подробности через несколько минут с руководителем Латвийской почты. Слушайте радио Болтком.